Всем привет! С вами снова Влад Гриф и сегодня у нас на обзоре вот такая интересная куртка от Alfa Industries. Данная модель очень редкая, выпускалась у нас отдельным тиражом в ограниченном количестве. Согласно информации, которую мне удалось пронайти в 1997 году и была посвящена у нас 50-летию военно-воздушных сил в США. Вот такой шеврон собственно об этом и свидетельствует. Данная модель у нас сочетает в себе самое лучшее от легендарного бомбера МА-1 и парки Н3Б. Материал данной куртки. Это у нас полиамид плотный нейлон и фибра. Вот такой шуршащий звук издает данный материал. Это очень износостойкий материал. Он не скатывается, он не рвется и предназначен для эксплуатации, можно сказать, в суровых условиях. Переходим к деталям. Фуртка у нас имеет молния, фурнитура здесь судя по всему от неизвестной мне фирмы, но это очень добротная, очень качественная, насколько я могу судить, фурнитура. Также у нас имеется штормовой клапан. Данный клапан у нас на вот таких петлях, застегивается на пуговицы. Имеется два боковых кармана на клетках. Также узнаваемый атрибут это у нас карман на рукаве. Вот так он застегивается. Вот такой вот кожаный хлястик, что свидетельствует о винтажности данной модели. Трикотажные манжеты на рукавах. Также трикотажный низ у нас резинка внизу куртки и две клепочки для фиксации. Клепочки тоже у нас с нанесением с гравировкой Альфа Индастрис. Рукава модели это реглан, без фиксированного плечевого шва. Куртка имеет капюшон. Капюшон можно расстегнуть и он превращается в воротник на морских шевретках. В подкладе у нас это вот такая оранжевая сетка. Оранжевый цвет, насколько мне известно, используется для того, чтобы летчики при крушении могли вывернуть куртку наизнанку. Тем самым их будет проще найти на местности и спасти. Также имеется у нас внутренний карман на липучке. по размеру. По размеру у нас это эска. Причем, наверное, на эску она и идет. И я бы сказал, даже на стройную фигуру она более подойдет. Вот такой у нее, можно сказать, крой. Именно эта куртка досталась мне от человека, который совершал восхождение в горы. Брал ее с собой. В частности, ночевал в ней на перевале Студенческом. Это 4200 на дуном море. И была на него с собой при восхождении на брус. По-моему, 6400 на дуном море. В общем, куртка для, я бы сказал, экстремальных условий. Ветер она держит, влагу она держит. Интересно редкая модель. И мне вдвойне приятнее вам о ней рассказывать, ввиду ее так называемой редкости. Ну, на этом, собственно, рассказ заканчиваю. Как всегда, всех благодарю за просмотр, за ваши лайки, за комментарии, за подписку. Всем добра, всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok